День Донора День Донора Где нелегально два года просуществовала репетиционная база, притон И место, откуда культура перла через все окна, через все щели И все были поглощены этим Те, кто туда ходил А те, кто не ходил туда, и не были Далее по творческому пути Вы принимали участие в банде четырех Да, в банде четырех Я играл на гитаре В регионе 77 играл на бас-гитаре Какое-то время я от них немного устал Теперь я опять по ним соскучился И я считаю, что банда четырех Это очень хороший коллектив И я очень рад, что я в нем играл на бас-гитаре Что вы можете о них рассказать? Прекрасные люди Я очень рад, что судьба меня свела с этими людьми Потому что хотелось чего-то такого мне в юности этакого все время Какого-то творческого экстрима Каких-то, общаться с какими-то людьми неоднозначными И в принципе так оно и получилось О публике «Банда четырех» что вы можете сказать? Ну, с многими мы дружим И публика «Банда четырех» прекрасные люди Прекрасные люди Вот что вы можете рассказать в эту ссылку «Формейшн» Так как она кардинально отличалась от панковских тусовок в то время И люди одевались довольно-таки непохожим образом на остальные Это где в панковской тусовке или «Формейшн» они одевались? «Формейшн» не одевались Я бы не сказал, что там как-то непохожие все одевались Одевались все, в общем-то, обычно За исключением Бориусова Что его фирменный знак свитера и шарф, как бы, и сумасшедшие глаза, очки Не каждый так умеет самовыразиться, конечно Ну, вот сейчас вот пишут про то Я недавно только понял, что такого времени уже не будет Что тогда это выглядело, может быть, даже какие-то моменты как аборганство Но все время была какая-то философия Все время был какой-то энтузиазм во всем этом Просто это была очень интересная тусовка И спасибо ей большое И правильно, что книжки про это пишут И пусть завидуют молодежь, которой сейчас не будет такого никогда Вот этих девяностых, когда можно было вот так это все делать Когда можно было свастики рисовать на заборах И никто тебя за эту тюрьму не сажал Прекрасное было время Мы его продолжим Тогда вернемся к современной сцене В какой-то момент вы поняли, что... В какой-то момент я понял, что людям вообще нельзя доверять извлечению музыки И занялся электронной музыкой И пребываю с тех пор в таком благостном состоянии Что мне нужно, например, общаться с людьми при создании музыки Это такой кайф, это так здорово Это можно действительно заниматься музыкой Просто сел и занимаешься музыкой, кайф А музыка, которую они играли, это модная Музыка хаус, индастриал В носу ковы ястрял, а не индастриал Почему именно индастриал? Почему такой выбор? Ну индастриал, культура, она всегда заглядывание в какую-то бездну внутреннюю Так и в бездну у нас снаружи А вы не боитесь, что она не начнет заглядываться в вас? Ага! Это уже, ну, чувствуется И тут надо поосторожней Но я уже не молод, имея кое-какой опыт общения с бездной Так что пока проблем не возникает В дальнейшем не знаю как-то Занимаясь индустриальной культурой Я могу признаться так Приходит заниматься такими вещами Вот сравнимыми с изгумацией трупа Я не знаю То есть какие-то вообще индустриальная культура Она очень такая нечеловеческая То есть то, что я говорю Ну то есть механистичные звуки Да, то есть Чтоб не было намека на что-то живое и разумное То есть я в своем В проекте «Торф» я пытаюсь создать такую музыку В которой нет вообще ничего живого и ничего разумного И в принципе это к дадаизму ближе Музыка все-таки вот индустриальная Электроиндустриальная, как даже можно точнее сказать Она развивается постоянно, все меняется И действительно, то есть если хочешь услышать что-то новое То идешь, естественно, не на концерт там Панк-музыки, потому что там ничего нового Ты в принципе и не услышишь никогда А тут интересно каждый что-то вот И ведет постепенно какой-то прогресс И за ним наблюдать очень интересно просто Ездить по фестивалям Так же люди не просто там собрались как-то Да, люди и музыку послушать собрались Обсудить ее, пообщаться Вот Цайные шутки пенсионера Довели толпу на слез Сладко спит за пассажиром Хараки по стук колес Покое мороз Покое мороз Покое мороз Покое мороз Покое мороз Насчет фестивалей, выступлений Что вы можете сказать у современной дады? Ну вообще российского фестиваля по факту нет Из-за исключения в Калининграде вот был фестиваль Нету фестиваля ежегодного Большая проблема, что пытаемся мы делать Пытаюсь и мои знакомые делать большой ежегодный фестиваль Индустриальной музыки, международной Но пока еще не получается вдова В чем проблема, договоренность с государством? Проблема, что нету в Подмосковье Мы не нашли ни нормальной турбазы Ни нормального пионерского лагеря Где можно это сделать Мы посмотрели одну турбазу Нам загнули 80 тысяч за сутки аренды И мы поняли, что нам это не нужно Потому что эта турбаза, во-первых, не стоит 80 тысяч в сутки Во-вторых, как бы Это все полная хуйня, а не турбаза Нету турбаза, нету мест нормального, где можно делать Его, по идее, надо делать Даже, скорее всего, где-то между Москвой и Питером Например, в Балагу Ну это надо, ну нету, нету Заброшенного пионерского лагеря, нету полуразрушенного Нету места, где его можно делать Завод дел? Ну, по-моему, в городе это несколько другая фишка Это Москва Когда нужен пионерский лагерь или дом отдыха дешевый Я говорю про трехдневный фестиваль Который, ну вот, съезжаются люди в пионерский лагерь Ну и который не разгонит мусора И который не разгонит мусора, да А с этим, кстати, все сложнее и сложнее в последнее время Партия Другой России делала концерт на день рождения Эдуарда Лимонова И приехал на ряд милиции и всех забрал А меня почему-то не забрал А кого-то забрал И непонятно по какому принципу они его забирали И приехали они во время моего выступления И ничего У меня даже не было никакого стресса абсолютно Классно же выступает Потому что на моей жизни Концерты вентили, вот я так вспомнил Потом раз в семь Ну серьезно, раз в семь Просто приезжали менты и все ОМОН приезжал Это нормально Это даже как-то буднично Помните, когда накрывали концерт Пургена Есть легендарная фотография, где сидит мужик в форме За барабанами с двумя палочками Смотрит на установку Хорошо, ну можно официально задать вопрос Именно на тех тусовках индустриальных Где вы выступаете, присутствуете Заметили ли вы следы каких-то развращенных позывов у молодежи? Не, ну бывает там ебутся в кибергот Бывает не считают Мешают спать Для чего туалет тогда еще нужен? Ну туалет в этих Ну в туалете Ну что ж у вас всех по сортирам прям тянет, а? Вот как бы я понимаю, зачем вообще ебаться по сортирам? Я не понимаю Ну кто-то скромный может не знаю Скромные люди мне оторвали дома, например, эту Сушители, блять, челчок не свернули Я говорю, ну кто вас тянет по сортирам? Ну, знаете, есть же вторая комната Я не понимаю, я не понимаю А на индастриле есть, вот допустим, как-то пересекаются у вас БДСМные какие-нибудь свечи? Да, БДСМные, да, пересекаются БДСМные, вот я не поехал выступать в Ростов Не смог БДСМ Ростов, это, наверное, мощный С товарищем Сергеем, лидером группы Холоконя Нас звали, ну вообще-то там Ну там, наверное, весело Ну да, а что? Веселиться, петь, пляшать, ха-ха Мне нравится, что публика на наши концерты приходит в карнавальных костюмах Ну, по факту Девушки в корсетах В каких-то специальных готических макияжах с прическами Это все, кстати, между прочим смотрится гораздо приятнее, например Чем, ну, на каких-то рок-концертах Здесь такие пузатые дядьки, как бы Пузатые дядьки, как бы, там что-то, я не знаю, бородатые многие, как бы Пью-пиво такие сидят А тут все красиво, все, ну, нарядное Приятно посмотреть, танцуют опять вот Они просто сидят бухают Сотрудничали ли вы с какими-либо зарубежными лейблами? Есть ли в планах выпуск каких-либо своих? Ну, какие-то мои композиции выходили на сборниках зарубежных Ну, а так я, как бы, не вижу смысла Вообще с кем-то сотрудничать Потому что, если я захочу что-то выпустить, я это делаю, ну, очень быстро И оно и самостоятельно Моя мечта издаться именно на патефонной пластинке Вот в чем дело Да Видимо, так я и сделаю в какой-то момент Что-нибудь еще, чем-нибудь еще помимо музыки занимаетесь для вас? Вот сейчас увлекся серьезно фотографией Видео-артом я, ну, давно занимаюсь То есть на моих концертах так называемые видео-задние, когда проекторы И вот все вот эти крутилки, вертелки, глючилки и пукалки Я изготавливаю сам с помощью программы 3D Max Или же снимаю что-то и вращаю Ну, видео-арт И плюс вот сейчас доделываю клип Кстати, доделываю клип Буквально он выйдет, может быть, даже завтра А может быть и через неделю, а может быть и сегодня Вот Что за клип? А клип на песню «Комышовый рай» Куда не плюнь Попадешь в начальника Куда не плюнь Попадешь в мента Попадешь в мента Попадешь в мента Ваше отношение к обывателям, именуемым ватниками, например? Ну, как-то Я с ними беседую, их выслушиваю Стараюсь свое мнение не высказывать В трудовом коллективе Ну, у меня такая достаточно редкая профессия Я диспетчер АСУЗ Это диспетчер автоматизированной системы управления зданием У меня достаточно серьезная работа Я полноценный член общества Я тоже плачу налоги Вы не подумайте, что я какой-то абраган Или экстремист Или экстремист То есть я полноценный член общества Единственное, что у меня только еще загранпаспорт Да все поправимо А зачем тебе загранпаспорт? В Израиль хочу съездить, в Израиль хочу съездить Ой, за что это? Ты что, не патриот? Патриот, конечно же, но как же Израиль, это же мать земель русская В контексте вашей работы Современное общество, обыватели Как вы к нему относитесь, учитывая ваш род деятельности? В принципе, я с обществом нормально Общаюсь Обыватели, это тоже, знаете, ярлык обыватели А кто такие обыватели? Извините меня Если я абраган, то значит сразу, что уже не обыватель Я могу показать обывателей, которые ведут себя Которые круче любого абрагана Они даже такого слова не знают, панк-рок Но они живут этим, у них это в крови Слошная панк-рок Да, я таких знал людей очень много Они были панки по жизни, но они не слушали панк-рок Но они были абраганами при этом А вот нет ли просто у человека системного И более обывательски настроенного Вот в каком контексте мы об этом говорим Он вот идет на работу, спокойно там работает в обществе А нет ли такого вот моментика, что какой-то вот смотришь по сторонам И хочется просто взорваться там, не знаю, сорвать себе одежду И убить кого-то я тоже не хочу Ваше отношение к существующей власти? Не побоюсь этого вопроса Такое отношение уже скорее философское Вообще, конечно, негативное По большому счету Все очень плохо И будет еще хуже И как бы И конец уже близок А ничего не делается Я в свое время Очень много времени уделял политике Поэтому мне очень трудно сформировать свое отношение к нынешней власти Как-то единым каким-то словом Единым каким-то предложением И в принципе Вот чем меньше она меня задевает Тем она лучше Исчерпывающе Допустим, вот на своей музыке хотели бы воспитать какое-то поколение такое Оголтелое прямо Чтобы оно пошло и все Ну, оно вот на День Донора Оно по части уже Ну, для кого-то Я встречаю людей Для которых группа День Донора Это является неким таким Уважаемым явлением И до сих пор Как бы Есть молодые люди Которые на концертах меня встречают Когда ты соберешь Саша День Донора? Когда ты соберешь Саша День Донора? Они там Собирают все записи в интернете Там Сами набивают тексты Выкладывают в интернет Это очень Очень Полезно Когда Кто-то что-то делает Про клубы московские Что-нибудь Расскажите Какие в данный мод Концепции? Я люблю клубы, в которых можно играть Хорошие электронные Делать хорошие электронные вечеринки Это То есть Чтобы были мощные басы Ну, это вот Китайский дочек Джао Дау Мне нравится Чайна Таун Который сверху И клуб Лес Меня зимой очень порадовал В средних То есть Большой достаточно клуб С хорошим звуком И так там Кайфово вообще Да Что из Европейских каких-то фестивалей Могли бы вы выделить Индустриально? Ой, да там полно этих фестивалей Полно Я ничего не Да хуя там И ничего не могу конкретно выглядеть Абсолютно Выделить чего-то из этого Там просто Вся этот киберсброд качуется Все лето из одного фестиваля на другое Как бы Здесь Европа кишит фестивалями Разной музыки Это у нас здесь Особо-то Ну, есть тоже фестивали Но Разве это фестиваль? Планы на будущее Какие-либо имеются ли у вас? Планы на будущее Что? Планов на будущее громадьё Это Совершенствовать В композиторском Искусстве Так сказать Вот Совершенствоваться Фотографии Совершенствоваться В видеоарте Духовно расти Планы Вот Есть ли у вас какие-то Друзья знакомые Ну естественно Есть с которыми вы могли бы Сотрудничать Создавать выставки Допустим Инсталляции С музыкой С артом С фотографией Да, есть такие знакомые Мы делали Я выступал на Биеннале московском Помню на выставке Мои любимые игрушки То есть у меня есть опыт выступления По художественным галереям Не только по притонам Ну и по художественным галерее И да Делаем выставки И в Зверевском центре Мы делали мероприятие Мой друг израильский Презентовал Художник Презентовал Своя картина А я играл там свою ужасную музыку Класс Вот Я еще вот что вспомнила Кстати Как ваше отношение К центру Сергея Курехина Очень хорошие У меня прекрасные отношения А Петербург вообще любите? Ну вот я в восемь неделю поеду В принципе да, люблю У меня спальный район Москвы Вот так вот его Ну как-то у меня были одно время Очень хорошие там знакомые Но они до сих пор есть И я каждый месяц Или я туда катался Или они ко мне Мы очень Во времена НБП Я очень дружил с пацанами из Питера Тоже такими же экстремистами как я Вот Любящими музыку уже тогда Жесткую такую Мы ездили там концерты играли Они приезжали в гости Сейчас как-то не так А в данном направлении именно В жестком Публика в Москве жестче Или в Питере все-таки? Да она везде одинаковая Потому что мы русские люди Потому что мы русские люди Наверное